Здесь у меня земля кислая, я постоянно голубик уже поливаю, а чеснок растет хоть бы что на кислой земле. Я в огуречном парнике. Баклажаном почистила ноги от порослей. По пять, по шесть, по семь, снимаем огурчиков. Пока еще пасынки не отросли. Вот как пасынки заплодоносят. Вот он их прикусывает на два листа. Сейчас вот тут подлиннее еще. И с пасынков пойдет много огурцов. А выстянуть куда крыша, некуда их выстянуть. Мы делаем, оставляем пасынки. Небольшие, потом они все равно, сначала они небольшие, потом загустятся и не знаю где рвать. Вот у меня тут перец белозерка. Еще плодик дает. Один мы сорвали с одного растения. А это вот мощные кусты. Это магазинный перец белозерка. Они низенькие. Он уже крупный тоже, но завтра сорвем. Мы в разочек малосолили их. Двум верхушки он откусил. Только каким? Наверное, вот этому откусил верхушку. А этот вот так и есть маленький. Хотя мы с него уже сорвали огурец. Вот такой вот он. С корнями что-то у него было очевидно. Вот как на пасынках. Огурчики идут. А вот это растение кто знает? Завелся у меня зверобой. Бутона набирает. Не падай ты. Ты же мне кабачок затеняешь. Ну-ка давай отсюда. Сколько его здесь у меня. На кабачках пока еще ничего. И еще их вот посадили два кабачка да огурец. Тут и розы. И растения такие высокие затеняют его. Ну пионы я немного обрежу с той стороны. А черешня, листья последние свалятся. И будет свет пропускать с кабачку. Нормально будет. А вот этот клематис, который очень плохо у меня после зимы вышел. Ничего. Дает бутончики. Облистился. Пришла пора ему обрастать. И вот он быстро все уже дорос до конца. Будет скоро же цветать. Так, а ты интересно как? Ого, ничего себе. Это он пророс в трубу. Представляете? Рост у него по трубе пошел и вылез сюда. Ничего себе. Вот эта сила в трубе вырасти. Так-то. Тату розу я сегодня перевязала. А то она на кабачок наклонилась. Некрасиво соцветия лежат, но она выпрямится. А эти пионы я укорочу. Они отцветут. Будет побольше здесь света. Я уже домой букет колокольчика нарезала. Они так долго стоят, расцветают. Гораздо дольше, чем пионы стоят колокольчики. Вот надо их потом лишнее обрезать и в вазу. Здесь вот белый. Здесь голубой. Они все перемешаны как хотят все. Растут. Тоже белый. Там и белые и голубые. Ту раннюю святолку я посадила. Вот такая моя ранняя строчка. Где дальше? Попозже посаженная. А та зеленая, формовая. Я уже ее разряжаю. Целиком гором кидаю. Некоторые лилии. Они ранние. Вот-вот распустятся. Вот она вторая. Вот эта. Скорая. Вот эта плечистая. Хорошо у нас зимует. Каждый год. Хоть с листьями, хоть без листьев. Зимует. Хорошо. А вот эта плохо зимует. Поэтому не очень она длинная. Постоянно много вырезаем. Веток. Вот еще, смотрю, там засохла ветка. Тоже надо будет вырезать. Красивые. Но, ну, вот такая. Это качество похуже. Помельче. Вот эта крупная. Здесь земляника первогодка. Сусов. Но ягод как будто ей уже два года. Ягод много. Ягода крупная. Петуния. Здесь после холодов я ее посадила. Подросла. И здесь тоже цвести начала. А вот эти бордюрные георгины. Один что-то никак не растет. Второй вроде ничего-то подрос. А этот что-то ему не нравится. Не знаю чего. Вот эта роза начинает красиво. Так я люблю, когда она вот на такой стадии. На стадии распускания. Гвоздики здесь красиво цветут. Разные. Каких только нет. Разные. Каких только нет. Разные оттенки. Есть даже вот такая темная. На камере она светлее выглядит. Вот так она темная. Ну вот с каждого собрать семена. Они не повторяют. Они потому что тут все перепылились наверное. и не повторяют они свои цвета. И не повторяют. Сегодня хоть и солнечный день, но у нас такой сильный ветер. Мою вот эту вот растению всю свернула на бок. Она уже похоже бутоны начинает давать. Это клематис мой красивый. Ну вот пусть он за вечно цепляется. Да растет. И я его прицеплю наверное. И будет арка. А этот пион у нас в прошлом году не цвел. Потому что тут и груша и вишня. Но в этом году решил. Звезли. Здесь тоже испускается. Потому что здесь вот сейчас солнышко. А до обеда тень. Здесь тоже. Гвоздики. Они везде сеются.